Все остальные знания, они приблизительны. Мы сто раз провели эксперимент, но мы не знаем, что будет сто первый. Я помню, у тебя был пост в ЖЖ в 2009 году, где ты критиковал австрийскую школу, потом я посмотрел твое выступление. А ты заметил, что я, на самом деле, ее там не критиковал? Ну, ты сказал, что это отказ работать с теми моделями, потому что люди книжки не прочитали. Был такое? Я написал, что я не против настоящих австрийцев, если таковые будут, но то, что происходит на этой кафедре, это профанация любого знания. Ну, кафедру я защищать не готов. Ты в курсе, как, на самом деле, происходит искажение, потому что против тебя этот прием применялся очень много раз. Да, я в курсе. Вот у тебя есть возможность пояснить. Я почему тему эту помню? Да, 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 очень правильно. Потому что я когда готовился, посмотрел твое выступление на пост науки, где ты объясняешь как раз про то, что нет никакой единой экономики, есть много разных экономик, это вот буквально практически то, что всегда утверждала австрийская школа. Я совершенно не против быть в чем-то. Я, на самом деле, если честно, в экономике не разбираюсь. Вот начнем с этого. Это означает следующее, да. Это означает буквально следующее, что разбираться в ней нельзя, что ее не существует. Макроэкономики как-то таковой сегодня просто нет. И есть огромное количество идеологических парадигм, которые находятся в непримиримой вражде друг с другом. Кроме того, есть примеряющая всех математика, которая везде одинаковая. 2 плюс 2 у марксиста – это то же самое, что 2 плюс 2 у австрийца. Ну, может быть, не то же самое, что в 384, но это отдельный разговор, это уже политика. Но в то же время есть наука-математика и есть прикладная математика, которая как раз уже не такая строгая наука, как чистая математика. Прикладная? Просто надо не спекулировать выводами. Вот, да, с этим я согласен. Понимаешь? Да, нет, и я ты не просто понимаешь, я с этим абсолютно согласен, но как раз к математике регулярно обращаются. Постоянно, да, обращаются, да, постоянно. Но на самом деле, значит, типичная схема, что наши модели тадададададам, а значит, и дальше вообще ничего не относящиеся к делу, это способ манипуляции не только в прикладной математике, но и во всех социальных. Абсолютно так. Почему? Моделью, вот там модель диктатор и визирь, да? Диктатор и визирь, круто, да? А потом из этого делаются далеко идущие выводы про конкретных личностей. Но тут проблема в том, что если мы хотим рассмотреть конкретную политическую личность, не будем сейчас даже называть конкретных имен живых людей, и даже мертвых не будем. Вот есть некий очень сильный политик, знака там большой плюс или большой минус, или перемешано. Просто очень сильный, влиятельный политик. И все пытаются его моделировать, да, понять, что он будет делать. Даже наука экономика в стране, в которой действует такой политик, она уже не может, например, быть без психологии, потому что некоторые решения будет принимать он сам, и эти решения будут сказываться на всей экономике всей страны, но они не подвержены никаким моделям, потому что речь идет о личных решениях. Ну, человеческий фактор. Ну, стал утром, да. Ну, человеческий фактор, понимаешь, если их много, а людей, у которых человеческий фактор... Ну, они поддаются стать анализу определенного. Да, до какой-то степени. А если это один человек, то хрен вообще, извиняюсь за выражение. То есть, ты должен быть психологом конкретной личности. Грубо говоря, если так вот брутально, совсем брутально, то экономика России как наука, как наука, которая претендует на сколь-нибудь общность, ну, какую-то общность вообще, ну, прогнозов, описания ситуации, должна включать кафедру изучения мозга Путина. Ну, потому что этот мозг принимает решения... В советское время была такая наука криминология, когда пытались понять, что происходит в головах у правящей гератографии. Кстати, очень даже... Это искусство, это не наука, кстати. Ну, и это, да. Но это как, смотря что ты наукой называешь? Ты сказал, кстати, что искал искусство, да? Да, мне больше нравится эта формулировка, в принципе. Ну, потому что наука, там есть определенный эксперимент, там есть определенный... А почему? А кто это сказал? Нет, ну, это сказал Карп Поппер, я с ним согласен. И ты его читал? Поппер, да, еще в университете. Честно? Да. В университете. Ты первый человек, который читал Поппер. Давно был. Остальные на него ссылаются просто. Ну, у меня это сейчас программа. Молодец. У меня хорошо закончил. Какой? Университет Ноттингема в Великобритании. А, ну ладно, тогда он не читал. Но, понимаешь, в чем дело? Значит, если ты хочешь использовать такое определение науки, то под нож пойдет более-менее все остальное вообще. Но мы не хотим под нож пускать, например, историю, нет? А почему нужно ее называть наукой? Вот мне всегда было интересно. Хорошо, давай я тебе объясню, что такое наука, и ты согласишься или не согласишься. Наука – это получение знания о предмете, в котором, возможно, не коррумпированная честная экспертиза. То есть, в котором есть понятие мнений ученых, не связанное с выделенными грантами на это. Предположим. Но я не согласен с этим определением науки, просто нет. Хорошо. Это означает, что ты хочешь вот этот вид знания как-то обособить от того, который получается чистыми экспериментами? Ну, хорошо, называй это дисциплина. Зачем ты называть наукой? Дисциплина, да, супер. Ну, тогда, значит, в науках ты оставляешь то, что поддается многочисленным проверкам в ходе повторяемых экспериментов. Скажи, пожалуйста, на какую тему ты хочешь ставить эти эксперименты? Ну, кто это выбирает? Ну, выбирает ученый. Он выбирает это из научных соображений? Ну, какая разница? Он применяет научный метод для того, чтобы получить научный вывод. Да. А вот те, тот предмет исследований, который он подвергает вот этому, ну, например, вот давай возьмем такое исследование. Зависимость того, вот у человека есть собака или кошка, а у меня просто друг провел исследование научное в университете. У нас была социология на Мехмате. У нас была социология, и, собственно, нужно было всем, каждому из нас для получения пятерки. Ну, там четверку или тройку можно было получить и так. А для получения пятерки, здесь я, кстати, могу перевирать, мои одногруппники пусть мне там напомнят, может быть, вообще нужно было каждому провести социологические исследования. Каждому. Ну, по крайней мере, это делали почти все, и действительно пятерки без этого никак нельзя было получить. Я провел некоторые широкомасштабные исследования московского транспорта на тот момент, и ощущения там, кто сколько ждет трамвая и так далее. Ну, в общем, провел. А вот, значит, какое исследование провел один из моих одногруппников, к сожалению, уже не помню, как его фамилия. Исследование зависимости, экспериментальной такой вот корреляции между тем, в какую сторону туалетная бумага в туалете, вот в эту или в эту, знаешь, как бы ты ее вот сверху, да, либо вот с той стороны, да, и тем собаку, человек или кошка. Ну, может быть, и никого нет. Нет, ну, корреляцию там, корреляцию можно найти. Это нужно было очень серьезно. Корреляция сама по себе ничего не доказывает. Она не доказывается на у нас. Ну, ты получил очень узкий, нет, ты положил научный метод, получил определенный вывод. Значит, я получил вывод о корреляции. Да, все. Прикрасно. Корреляция есть. Ну, вот, значит, соответственно, за то к нему нет претензий, что он научный. А ценность его, кого? Ну, так научный и ценный, это не одно и то же. Зачем ставить на равенство? Ну, мне бы хотелось, чтобы научное было ценным. Ты, кстати, с этим я согласен, но как бы, но сфера... Поэтому я расширяю область науки. Дознание, которое получается, да, которое получается не, ну, не коррумпированным методом, да, то есть я прошу прощения, вот есть одна тема. Я думаю, ты ее уже в гробу видел. Но дело в том, что есть единственная тема, в которой я согласен с каждым сказанным тобой словом. Это глобальное потепление. Ой, я не являюсь экспертом, ну хорошо. Я действительно тоже не являюсь, но я вижу, что в этой области невозможно получение какого-либо неокоррумпированного знания, потому что гранты идут только на одну сторону. Ну, вот представь себе, что ты дискутируешь с кем-то. Ты либертарианец. А я, например, против этого, да? Но меня каждую секунду бьют, если я высказываю это мнение по голове. Слушай, а можно я чуть-чуть назад... На самом деле, наоборот, все происходит, конечно. По жизни ровно наоборот. Я с этим согласен. Я хочу чуть-чуть назад отмотать, потому что ты сделал утверждение, которое я хотел поставить под вопрос, потому что существует ли некоррумпированное знание в таком случае. Конечно. Ну, математика. Ну, математика... Математика обособленно всего остается. Да, поэтому если есть разделение, если ты хочешь на настоящее разделение, оно только на математику и все остальное. Ну, вот если ты хочешь действительно разделение, я не хочу. Я хочу, чтобы богословие было там же, в области науки. Я хочу его вернуть, потому что оно от истории не отличается, чем... Почему два, не три? Потому что есть математика. То есть это... Ну, поправь меня, если я ошибаюсь, да, но я математику больше воспринимаю, как абстракцию. Это вообще плод человеческого мышления. Обстракция. Некие конструкции... Ну, вот это круг или не круг? Ну, мы решили, что это круг. Ну, ну да. Вслед за Платоном решили, что круг. Да. У нас говоря, я очевидно выстраивается образ круга, очевидно формулируется задача найти его длину. Но ты не идеальна, как ты понимаешь? Да, так вот. А у нас-то в голове идеальный. Конечно. Вот. То есть, значит, здесь математика имеет дело с идеальными образами. На самом деле она таким образом указывает уже на высшее начало, но это, видимо, потом. Нет, это мы тоже обсудим. Вот. Но суть в том, что дальше абсолютно бескорыстно человек просто пытается понять, как устроено вот это вот число, которое выражает длину пройденной полуокружности, разделенной на радиус. Что-то такое? Да. Да, я провожусь. Число называется пи. И устроено очень красиво и сложно. Но вот, например, ученым удалось примерно 100 с лишним лет назад доказать, что число вот это пи, которое является точным выражением отношения длины полуокружности к радиусу, точным, ну вот максимально, 100% точно, абсолютно точным выражением, не может являться корнем ни одного многочлена с целыми коэффициентами. Что такое многочлен? Ты помнишь, наверное, да? Там х квадратно, что-то плюс х седьмой на что-то, минус там х еще какой-то. На что-то какое-то длинное выражение, где рисуются и минусуются какие-то целочисленные, кратные иксов в разных степенях. И мы ищем такое значение икс, чтобы подставил, получился ноль. И вот оказывается, что ни для какого вообще многочленного ты можешь выписать любой многочлен. Ты подставляешь пи, но не будет. Можно строго доказать. Голову над сечением, понимаешь? Другого в других науках нет знания, которые голову ты можешь положить над сечением. Потому что все остальные знания, они приблизительны. Мы сто раз провели эксперимент, но мы не знаем, что будет сто первый. Мы просто знаем, что статистика устроена так, что если сто раз решка упала, монета, то, наверное, она неправильная. Мы можем это утверждать с очень большой точностью. Но есть все-таки голову над сечением, только фанатик положит. А вот за пи любой математик. Потому что есть строго рассуждение. Абсолютно строго. Абстратное рассуждение, но те выводы, те математические выводы, которые ты благодаря этому рассуждению получаешь, они не всегда применимы к тому, к чему их пытаются применять. А почему пытаются применять пи? Нет, пи существует само по себе. Вообще нет, математик просто существует само по себе. Существует математическое моделирование. Это пожалуйста, да. На моменте математического моделирования возникают очень серьезные проблемы, потому что ты моделируешь что-то, что существует в реальной жизни с помощью абстрактных идеальных выражений и опираешься на, скажем так, те наблюдения в реальном мире, которые ты смог установить. И если у тебя там есть где-то недостаток в этих наблюдениях, то вся твоя модель, она рушится. Ну да? Да. Ну правильно. Это было доказательством тезиса, что... Это было доказательством тезиса о том, что математика, которая существует в вакууме, как тот сверический... Есть настоящий наук. Телеколь. Абстракт. Ну ладно, это не тот разговор, скажем так, который я в полной мере... В общем, я бы сказал так, что вокруг экспериментов, в которых устанавливаются всякие там зависимости, слишком много волонтаризма в выборе объектов для них. Да. И это мы с тобой согласились. Да, с этим я полностью согласились. И это важнее, чем то, называть ли их наукой. You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m.